Вы смотрите новости на информационном канале Севастополя. В студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете. То есть потребителю не нужно будет весь следующий год, 19-й, оплачивать за услуги отопления, за горячую воду. Получить тепло в подарок. Граждане, оплатившие по счетам за горячую воду отопления до 25 декабря, могут выиграть ценный приз. Новые системы отопления, освещение и вентиляции, камеры видеонаблюдения и металлодетектор. В библиотеке филиале номер 5 встречают гостей после капитального ремонта. Что еще изменилось в здании и какие проекты станут доступны после открытия? Если раньше кровь на ВИЧ брали только из вены, то сейчас ее уже берут просто из пальца. В некоторых случаях даже просто сдают слюну. Быстро и анонимно. В преддверии дня борьбы со СПИДом горожане могут пройти экспресс-тест. А теперь об этих и других темах подробнее. Торговля в Севастополе выходит на законный уровень. Благодаря ее постепенной легализации поступления в бюджет за два года выросли в 20 раз. Средства направляются на повседневные нужды – ремонт дорог и благоустройство. Однако работать в новых условиях в рамках законодательства готовы не все предприниматели. Часть из них стремится остаться в серой зоне, не используя для этого все доступные методы. Вплоть до провокаций, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников. С подробностями Марина Кравцова. Порядок в работе НТО возможен. Еще два года назад в Севастополе было 2500 различных киосков, ларьков и павильонов. Работали легально меньше сотни из них. Теперь же ситуация иная. В схеме размещения больше полутора тысяч нестационарных торговых объектов. Почти тысячу незаконных ларьков демонтировали за год. Итогом стал и значительный рост налоговых поступлений в бюджет города. С 5,5 миллионов рублей в 2016-м до 102 с лишним миллионов в 2018-м. Все предприниматели, кто захотел работать по закону, спокойно продолжают вести бизнес. На 2019-й год, исходя из того, что мы все точки в схеме оформлены должным образом, они либо прошли аукционные процедуры, либо по 6-му федеральному закону переподписаны были договора с украинских документов, паспортов, привязки. Соответственно, срок действия договоров на 2019-й год продляется на тех же условиях, на которых они, соответственно, были заключены финансово. Также в течение следующего года сформируют полные пакеты аукционов на период до 2025 года. Так предприниматели смогут оценить и инвестиционные перспективы, и составить долгосрочный план работы. Такой подход и легализация НТО создают здоровую конкурентную среду и равные условия для предпринимателей. Однако к честной конкуренции и легальному бизнесу готовы не все. Так отдельные предприниматели свое недовольство требованиями закона высказывают в заинтересованных СМИ. Владелица кафе на Приморском бульваре заявила, что сумма в 119 тысяч рублей за аренду места напротив памятника затопленным кораблям для нее неподъемная. Новые цены на размещение НТО начали действовать с 1 апреля этого года. В постановлении были утверждены и соответствующие коэффициенты. Так, за летние площадки кафе владельцы должны платить только половину стоимости аренды. И многие предприниматели подавали заявление на дополнительное включение открытых площадок по этим ценам, отметил Вадим Кирбищников. Но, заявляя из телеэкранов о высокой плате за площадку в знаковом, самом привлекательном для туристов месте города, хозяйка кафе умолчала о других обстоятельствах своей деятельности. Не выдерживают никакой критики такие заявления. Мало того, у данного предпринимателя долг составляет у нас на сегодняшний день 557 тысяч рублей. То есть, есть такие люди, которые предпочитают просто не платить деньги в бюджет, а заниматься вот такими вещами, которые поддерживаются в том числе и некоторыми так называемыми общественниками в сфере защиты прав предпринимателей и депутатским корпусом, соответствующей частью депутатского корпуса. В этом же сюжете возник еще один недовольный предприниматель, хозяин СТО на улице Хрусталева. Стоимость боксов повысили в 20 раз, утверждали журналисты частного СМИ. Однако, как и предыдущий герой, предприниматель скрыл от общественности другие факты. С 2017 года этот комплекс, который можно посмотреть, подъехать, он существует достаточно давно, был оформлен как 5 павильонов отдельно стоящих площадью 139 квадратных метров. Так, конечно, было выгоднее и платить было удобнее, но ни на какие 5 отдельно стоящих павильонов он, безусловно, не похож. Соответственно, при выезде и пересчете его комплекс превратился в 20 нестационарных объектов площадью 656 квадратных метров. Вадим Кирпичников отметил, в октябре правительство города приняло решение, по таким станциям техобслушивания коэффициент был уменьшен с единицы до 0,5. А для данного предпринимателя и площадь, за которую взимают плату, уменьшили до 457 квадратных метров. Таким образом, власти города идут навстречу предпринимателям, но, видимо, есть подстрекатели, которые раздувают недовольство. Стоит отметить, что ранее ни отдельные общественники, ни депутаты, а они участвовали в оценке регулирующего воздействия, возражения не высказывали. Почти через год, видимо, передумали. Постановление о утверждении схемы НТО проходило оценку регулирующего воздействия трижды, с ноября 2017 по март 2018 года. Где мы учитывали в том числе мнение и общественников, и депутатов. Вся эта переписка имеется. Власти города ждут от предпринимателей предложений по развитию схемы размещения НТО на период с 2020 по 2025 годы. Отзывы все жители города могут оставить до 7 декабря. Марина Кравцова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Три городских предприятия стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В четверг на заседании правительства приняли распоряжение о награждении этих предприятий. В этом году конкурс впервые проходил в Севастополе. Его цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших соцпроектов и создание позитивного социального имиджа. Победители регионального этапа будут номинированы на участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в марте следующего года. Предлагается определить победителями в номинации за трудоустройство инвалидов в организации «Водоканал», в номинации за создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы «Севэлектротранс» имени Крупадерова и в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности общества с ограниченной ответственностью «Автолант Плюс». Долгожданная помощь правительства Севастополя выполняет указы президента страны. Они касаются обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В торжественной обстановке им вручили свидетельство о праве на предоставление единовременной денежной выплаты. Деньги городские власти выделяют на покупку или строительство жилого помещения. Со счастливыми людьми пообщался и Святослав Данилов. Создравляю с победой. Спасибо. Этого момента старший мичман запаса Виктор Тышкевич ждал более 30 лет. В Севастополь приехал еще в 1984 году. 21 год служил в учебном отряде подводного плавания. Теперь же получил сертификат на сумму в более чем полтора миллиона рублей. Говорит, больше не придется жить у друга на даче, ведь скоро появится собственное жилье. Очень рад, что я уже наконец-то дождался. Может, даже еще не осознаю, еще не верю, что так уже произошло. Это осознаем в течение ближайшего времени, надеюсь. Во многом даже шел на службу, мечтая аж тогда еще, мечтая о квартире. Пусть это будет странным или ненадуманным, поверьте, что одним из приоритетов было получение жилья. Потому что я родился в Чернобыльской зоне, потом в Чернобыль, ну, как бы реактор взорвался и в 1984 году переехал в Севастополь. Трое военнослужащих, которые отдали служению отчизне более 20 лет, получили свидетельство на предоставление единовременной денежной выплаты. Такое право есть не только у военнослужащих вооруженных сил, уволенных в запас, но и у сотрудников пограничных служб СБУ, Федеральной службы охраны. Всего в адрес правительства Севастополя на получение такой помощи поступили 722 заявления. 235 уже приняты в работу. 65 семей получили одобрение на выплату единовременной выплаты. Это суммы от 1,5 до 3,5 миллионов рублей, которые позволят приобрести жилое помещение, либо начать строительство дома. Срок действия сертификата – один год. Существует при достаточных объективных условиях возможность продлевать это на два месяца. Праздник скоро будет еще у нескольких десятков людей. 65 семей, о которых упомянул Михаил Домиденко, получат свидетельство в течение двух ближайших недель. Учитывая, что в этом году впервые мы этим занимаемся, что 30 миллионов федеральный бюджет выделил, и на следующий год эта программа продолжается, я думаю, что 5-7 лет и вопрос по обеспечению военнослужащих, бывших военнослужащих Министерства обороны Украины, которые были уволены до 2014 года, она будет решена. Все, что связано с регламентацией взаимодействия правительства города с бывшими военнослужащими, включение их в список и вручение им единовременных выплат, это уже отработано. Правительством необходимые подзаконные нормативные акты приняты. Чтобы определить размер денежной выплаты, учитывают среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья. Она составляет 46 254 рубля. На одного человека предусмотрено жилье площадью 33 квадратных метра. Представители городских властей отметили, кроме предоставления такой помощи для бывших военнослужащих Минобороны Украины, занимаются вопросами обеспечения жильем для военнослужащих Чарноморского флота, уволенных в запас до 2014 года. В центре внимания и сотрудники других силовых структур и советские офицеры. Святослав Данилов, Дельвир Меджитов, информационный канал Севастополя. Субсидии на общую сумму почти 8 миллионов рублей получат севастопольские социально ориентированные некоммерческие организации. Такое постановление приняли в четверг на заседании правительства. Среди получателей субсидий, в частности, Севастопольское региональное отделение Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд», Севастопольская библиотечная ассоциация и Ремесленная палата Севастополя. Напомним, в 2017 году господдержку получили 43 организации на общую сумму более 20 миллионов рублей. Предлагаемым проектом предоставляют субсидии 11 социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимися победителями конкурса проектов СОНКО, проведенного в октябре 2018 года. Севтеплоэнерго дарит подарки. Граждане, оплатившие по счетам за горячую воду и отопление до 25 декабря, могут принять участие в акции и получить сертификат на 10 тысяч рублей. По подсчетам специалистов, это средняя годовая сумма платежей за услуги Севтеплоэнерго. Граждане, которые полностью погасят задолженность перед предприятием, а если ее нет, просто оплатят по счетам за ноябрь, смогут принять участие в акции «Теплый год» в подарок. Случайным образом выберут 10 победителей. Они и получат сертификат. Таким образом, Севтеплоэнерго борется с должниками, а их в городе немало – 70 тысяч человек. Общая сумма задолженности перед предприятием – 200 миллионов рублей. С мая этого года ведется активная работа с неплательщиками. Сотрудники Севтеплоэнерго обзванивают граждан, составляют график платежей, а если должники отказываются платить, их дела отправляют в суд. В этом году предприятие приняло решение простимулировать горожан еще и при помощи акции «Теплый год» в подарок. Она пройдет в Севастополе с 1 по 25 декабря. Дополнительно прикладывать какие-то квитанции об оплате, сообщать просто об оплате, писать в Севтеплоэнерго не нужно. Информация о платежах нам поступит автоматически из кредитной организации. В соответствии с утвержденным алгоритмом будут отобраны 10 победителей, которым достанутся денежные сертификаты на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячей воде. А в размере 10 тысяч рублей. То есть мы посчитали, приблизительно начисление за отопление и горячую воду в среднем составляет 10 тысяч рублей. То есть потребителю не нужно будет весь следующий год, 19-й, оплачивать за услуги отопления и за горячую воду. 1 декабря по всему миру проводится День борьбы со СПИДом. В преддверии даты по всей России проходит бесплатное обследование на ВИЧ. Севастопольцы могут проверить себя в мобильной амбулатории, которая расположилась на площади Нахимова. Результат можно узнать уже через 5 минут. Экспресс-тест прошла и наш корреспондент Александра Ковалева. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, как можно себя защитить от заболевания, как не заразиться? Чума 20 века плавно перешла в век 21-й. И по сей день возбудитель СПИДа – один из самых загадочных вирусов на планете. Ученым пока не удалось доказать ни одну из теорий его возникновения. Только по официальным данным в Севастополе около 3,5 тысячи ВИЧ-инфицированных людей. И это только выявленные случаи. Проверить себя можно в медицинской мобильной лаборатории. В случае положительного результата мы объясняем человеку, что ВИЧ-инфекция на данный момент – это не приговор, это не смертельное заболевание, это хроническое заболевание, с которым можно жить. И при своевременно начатом лечении, назначении антиретровирусной терапии, продолжительность жизни, она не отличается от людей неинфицированных. Быстро и анонимно. У посетителей здесь не спрашивают документов и имен, а анализ на антителак ВИЧ занимает всего 5 минут. Вот так прогресс не стоит на месте. Если раньше кровь на ВИЧ брали только из вены, то сейчас ее уже берут просто из пальца. В некоторых случаях даже просто сдают слюну. Результаты верны на 99,9%. В случае, если результат положительный, пациенту предлагают обратиться в центр профилактики и борьбы со СПИДом. Если это будет две полосочки, это не окончательный результат, вам предложат обратиться в СПИД-центр, который находится на Коммунистической 40, где будет взята кровь и окончательно вам скажут, есть наличие антителак ВИЧ-инфекции, либо нет. По данным официальной статистики, за последние два года эпидемия СПИДа замедлилась, а количество наркозависимых людей среди зараженных ВИЧ снизилось. Александра Ковалева, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. Сделай свой выбор, выбери имя для аэропорта. Проголосовать можно на сайте проекта великие имена.рф, либо позвонив по телефону горячей линии 8 800 707 93 17. Также можно заполнить анкету прямо на борту самолета. Жители Крыма и Севастополя активно участвуют в конкурсе. Лидерами голосования для аэропорта Симферополь стали флотоводец Павел Нахимов, императрица Екатерина II и художник Иван Ивазовский. Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников, выбирая имя для аэропорта Симферополь, уже проголосовал за Павла Нахимова и призвал севастопольцев также поддержать прославленного адмирала. Библиотека филиал номер 5 встречает гостей в обновленном помещении. Здесь провели капитальный ремонт, отреставрировали фасад здания, заменили окна и двери, покрасили стены и создали все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделили безопасности. Елена Корнаухова расскажет подробнее. Новые системы отопления, освещения и вентиляции, камеры видеонаблюдения и металлодетектор. В библиотеке филиале номер 5 встречают гостей после капитального ремонта. Ремонт этих помещений по адресу маршала Бирюзова, 9, начался летом 2017-го и проходил в два этапа. До конца прошлого года отремонтировали правое крыло – зал технической литературы. Две недели назад завершили работы в зале, где собран фонд универсальной литературы. Здесь установили сцену и освещение для театральных постановок. Библиотеку планируют сделать местом притяжения творческой молодежи. Здесь и отдельный выставочный зал, где художники и фотографы смогут представить свои работы. Есть и доступ к электронным библиотечным ресурсам. Эта библиотека имеет четыре автоматизированных места для читателей с доступом к интернету, как проводной и беспроводной интернет. У нас есть центр мультимедиа, который позволяет нам даже в режиме ВКС-связи связываться с ведущими библиотеками Российской Федерации, проводить круглые столы, телемосты и так далее. На проведение капитального ремонта библиотеки было потрачено почти 9 миллионов рублей. Заменили окна, двери, обновили потолки и напольное покрытие. Здесь обеспечена доступная среда для людей с ограничениями по здоровью. Установлены пандусы, оборудована санитарная комната. Библиотека-филиал номер пять обслуживает около пяти тысяч читателей. Её фонд больше ста тысяч книг. Половина из них – техническая литература. Она перевезена сюда из бывшей технической библиотеки на проспекте генерала Острякова. Если вы помните, в 2011, 2012, 2013 годы, когда на проспекте Острякова шла такая борьба за помещение, которое принадлежало частному лицу, и перед нами стояла задача сохранить этот фонд. Помещение ушло, потому что оно не нам принадлежало и не городу. Но фонд мы сохранили, сберегли. И сейчас уникальный ресурс такой информационный находится в этом помещении. С января 2018-го этот филиал стал центром гуманитарно-технической информации. В этом помещении филиал номер пять располагается с 1971 года. И с того времени здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Теперь эта библиотека стала образцовой. К её стандартам сейчас приводят ещё четыре филиала централизованной библиотечной системы для взрослых. Недавно завершили ремонт и в детской библиотеке-филиале номер 13. Главная задача у нас по детской библиотечной системе – это, конечно, устранить те замечания, которые нам были сделаны в апреле месяце по пожаробезопасности в центральном офисе центральной библиотеки имени Гайдара. И, как говорится, чтобы она в полноценной заработала. То есть сейчас направляются дополнительные средства главным управлением культуры на решение этой проблемы. Когда планируют открыть? Значит, мы планируем в февраль-март. В Севастополе ремонтируют не только библиотеки, но и дома культуры в сельской местности. В следующем году планируют отреставрировать помещение в штурмовом первом отделении золотой балки Андреевки. В течение полугода в планах завершить ремонт в доме культуры в Инкермане. Елена Корнухова и Анатолий Кукса. Информационный канал Севастополя. Символ крымского моста Кот-Мостик отмечает день рождения. Строители поздравили его и вручили медаль «Главный начальник». Запись об этом разместили в социальных сетях от имени кота. Мостику также подарили торт из креветок. Напомним, белорыжий котенок появился на косе Тузла в начале подготовительных работ в апреле 2015 года. Мостик стал талисманом стройки века. В социальных сетях у него тысячи подписчиков. Изображения кота украшают сувениры и новую почтовую марку. И в завершении выпуска о погоде. 30 ноября в Севастополе облачно, ночью без осадков и днем дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 3 градусов. Днем 1-3 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54 51 12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова